В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Этот день был богат на события, и мои коллеги, как всегда, расскажут зрителям о главных новостях. Смотрите сегодня. Глава региона вручил государственные и региональные награды нашим землякам. Событие приурочено ко дню Конституции Российской Федерации. Борьба с коррупцией в прокуратуре Рязанской области озвучили результаты деятельности ведомства в этом направлении за текущий год. В управлении налоговой службы состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросу легализации трудовых отношений. В зале торжественных приемов регионального правительства состоялось выручение государственных и региональных наград. Мероприятие приурочено ко дню Конституции Российской Федерации. Лучших представителей трудовых коллективов региона поздравил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Государственные и региональные награды получили около 20 человек. Одному из них глава региона уделил особое внимание. Летом прошлого года рязанец Виталий Великанов ценой собственной жизни спас от гибели на воде двух человек. За это он был посмертно удостоен государственной награды Российской Федерации – медали «За спасение погибавших». Награду губернатор передал его вдове. Я прошу, давайте мы сейчас почтим память Виталия Владимировича, минуты оболчания. Прошу садиться. Руководители предприятий, чьи коллективы активно участвовали в организации проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, отмечены памятным знаком «Меценат и благотворитель года». Лучшие представители трудовых коллективов получили свидетельство о присвоении региональных званий почетных работников в своих профессиональных сферах. Работа каждого на своем месте умножает силы всей нашей Рязанской области и да и всей страны то же самое. И здесь нет и не может быть второстепенных незначительных каких-то участков. Промышленность, наука, сельское хозяйство, дорожная отрасль, социальная сфера – все вместе это формирует потенциал региона, обеспечивает его конкурентоспособность и успешное развитие. Губернатор Олег Ковалев подчеркнул, что в ежегодном послании к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачи по повышению эффективности производства, качества и конкурентоспособности отечественной продукции, улучшению демографической ситуации, в том числе за счет укрепления сфер здравоохранения и образования. По словам главы региона, работа ведется по всем этим направлениям и будет активно продолжаться. Олег Ковалев тепло поздравил награжденных и пожелал им новых успехов и достижений на благо Рязанской области. Еще один материал из правительственных коридоров. Глава региона лично вручил паспорта граждан Российской Федерации юным рязанцам и жителям Рязанской области. Это уже традиционное мероприятие, которое проходит в рамках гражданскопатриотической акции «Мы граждане России». Сегодня более 40 ребят из 8 районов области в рамках регионального этапа Всероссийской гражданскопатриотической акции «Мы граждане России» получили из рук губернатора Рязанской области Олега Ковалева самый главный документ в своей жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. Этот день они запомнят на всю жизнь, ведь сегодня далеко не каждому школьнику паспорт вручает глава региона. Когда нам сказали, что мы приедем к губернатору, мы очень обрадовались. Паспорта у нас уже были, но мы очень хотели, чтобы нам их вручил именно губернатор, потому что для нас это честь, это торжественно, это очень многого стоит. И мы понимаем, что нам уже 14, у нас есть паспорта, и мы теперь несем ответственность за то, что мы делаем. Символично, что это событие произошло в преддверии одного из главных праздников России – Дня Конституции. Теперь с получением паспорта, права и обязанностей, прописанные в основном законе страны, для этих ребят – не пустой звук. Наша страна самая большая по территории Америки. Она знаменита своими природными богатствами, своими достижениями и своими людьми. Я гражданин, и я имею свои права. Я должна помнить и выполнять свои обязанности. В данное время я стараюсь прилежно учиться и активно участвовать в жизни нашей школы и класса. Я должна помнить и выполнять все свои обязанности. Я хочу, чтобы в будущем не только я гордилась своей страной, но и страна гордилась мною. Также губернатор отметил, что популярность российского гражданства сегодня растет. Все чаще желание стать гражданами нашей страны изъявляют известные спортсмены, политики, артисты. Так что нам, россиянам, нужно вдвойне гордиться тем, что живем мы именно в России. Ну а ребята, в свою очередь, пообещали соответствовать высокому званию гражданина Российской Федерации. Это высокое звание быть гражданином России, великой, сильной страны. Это значит быть патриотом, любящим свое Отечество, уважающим и знающим российскую историю, богатейшую культуру России, быть достойным, ответственным и честным человеком, готовым добросовестно трудиться на благо Родины и защищать интересы Родины. Олег Ковалев пожелал ребятам достойно преодолевать трудности, быть настоящими патриотами, гордиться своей малой Родиной и нашей страной. Сегодня в администрации города наградили учащихся учреждений дополнительного образования, которые добились значительных успехов и результатов в различных соревнованиях всероссийского и международного уровней. Это мероприятие уже давно стало традиционным для нашего города. Награждались не только учащиеся муниципальных учреждений дополнительного образования, но и представители творческих коллективов. Открывал торжественную церемонию глава администрации города Олег Булеков. Я сегодня очень рад приветствовать вас в здании нашей администрации. В Рязани очень много традиций и становится еще намного больше, когда мы с вами на Нового года собираемся здесь и в центре администрации, для того, чтобы вы начнете свои лучшие и лучшие. Потому что вы истерики в области нашего города, вы свои победы нечете привезти в город Рязани. Не только Рязани, а и Рязанской области. Стоит отметить, что учащиеся Рязанской области занимают почетные места как на всероссийских конкурсах, так и на международных. Среди награжденных призеры международного фестиваля «Старс Уэйс», который проходил в столице Чехии. Песня «Старс Уэйс» Отличившихся студентов и школьников, наградили дипломами администрации города и памятными призами. А также в качестве музыкального подарка перед учащимися выступил струнный квартет из Рязанской областной филармонии. Теневая заработная плата – это проблема до сих пор остается актуальной как на региональном, так и на федеральном уровне. Меры по противодействию данного рода нарушений осуществляются ведомственными органами на постоянной основе. С какими результатами рязанские борцы с нелегальными трудовыми отношениями пришли к концу 2015 года, узнаем из следующего сюжета. 10 декабря в Рязани прошла пресс-конференция с участием представителей Федеральной налоговой службы Министерства труда и занятости населения и Государственной инспекцией труда региона. Главная тема обсуждения – борьба с теневой заработной платой и уклонением от перечисления налогов. По состоянию на 1 января 2015 года задолженность по зарплате была выявлена в 30 организациях на сумму более 32 миллионов рублей перед тысячей работников. На 1 декабря текущего года задолженность уже имеется в 60 организациях перед 2,5 тысячи работников на сумму 68 миллионов рублей. За это время, за 9 месяцев, за 11 месяцев текущего года всего было выплачено по требованию Госинспекции труда задержанной заработной платой на сумму более 180 миллионов рублей. То есть выявление, погашение более чем 9 тысячам работников. На сегодняшний момент порядок, наверное, свыше 9 тысяч случаев неформальной занятости были выявлены комиссиями. И порядка, наверное, 93% случаев – это те работники, которые в конечном итоге заключили трудовые договоры, то есть легализовали свои трудовые отношения и стали полноправными участниками этого процесса. Чиновники отметили, что из общего числа организаций должников почти 89 составляют предприятия среднего и малого бизнеса. В основном это в таких сферах, как строительство, ЖКХ, деревообрабатывающее производство, периодически в сельском хозяйстве. В связи с этим реализован комплекс мероприятий, утверждена дорожная карта, участниками которой являются и Минтруд, и налоговая служба, и, соответственно, Государственная инспекция труда, с органами пенсионного фонда. Будем надеяться, что нам удастся сократить общее количество налоговых агентов, уменьших расчетную задолженность по НДПЛ, соответственно, снижающих нарушение требований действующего законодательства, легальное перечтение заработной платы и, соответственно, выплату налогового дохода физических путей. За работодателями будут следить еще внимательнее. С 2016 года вводятся изменения в порядок предоставления налоговой отчетности. Теперь налоговые агенты обязаны ежеквартально информировать органы о своей деятельности по новой форме отчета 6 НДПЛ. В свою очередь участники пресс-конференции призвали граждан активнее принимать участие в выявлении нарушений налогового законодательства и сообщать об этом в органы по телефонам горячей линии. Иван Крестьяинов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Более полутора тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции было выявлено с начала текущего года прокуратурой Рязанской области. Эта информация была озвучена на брифинге, посвященном Всемирному дню борьбы с преступлениями коррупционной направленности. По словам участников конференции, для устранения нарушений прокуроры опротестовали свыше 400 незаконных правовых актов, внесли 609 представлений, 43 заявления о признании незаконными действий и решений органов местного самоуправления направили в суд. К дисциплинарной ответственности было привлечено более 500 должностных лиц. 25 граждан, как должностные, так и юрлица, привлечены к административной ответственности. В следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании направлено 25 материалов, по которым возбуждено 20 уголовных дел. Результатом плановой проверки, проведенной в текущем году, выявлено более 300 нарушений закона, опротестовано 89 незаконных правовых актов органов местного самоуправления. Внесено 124 представления, возбуждено 3 производства оба административного правом нарушения. Например, в администрации города Рязани были выявлены факты, не единичные факты сокрытия муниципальными служащими, принадлежащих им транспортных средств, жилых помещений, земельных участков. В администрации Рязанского муниципального района ряд служащих в свое время не отчитались от своих доходов. В администрациях Ермешинского и Михайловского городских поселений должность главы администрации, назначаемых по контракту, не была включена в пилишни должных лиц, обязанных предоставить сведения о доходах. Мерами прокурсского реагирования нарушения устранены, виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. В производстве следственных органов находятся уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, возбужденных в отношении высокопоставленных чиновников, бывшего первого зампреда правительства Рязанской области, бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, депутата Рязанской областной думы, заместителя начальника межрайона ФНС России номер один по Рязанской области и других. За истекший период 2015 года судами области по результатам рассмотрения дел о преступлениях коррупционной направленности вынесено 54 обвинительных приговора в отношении 57 лиц. Оправдательные приговоры не выносились. Это все новости на сегодняшний день. Далее в эфире программа подробностей. Но мы прощаемся со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова